День, конечно, жутчайший, и день начался по справедливости, с видео, которое станет не только центральным сегодня, не только центральным в этом месяце, но и, возможно, на несколько десятилетий оно станет хрестоматией и лицом той нерзости, которую вытворяет Россия в Украине. Причем я сам тут написал, что видео жутчайшее, не смотрите его, и лучше ограничиться только прочтением моего поста, где изложено происходящее. Там много возбужденных, извревших путинских мобиков с автоматами, и перед ними безоружный и раненый пленник. Докуривая и глядя мобикам в глаза, он храбро, дерзко в глаза им говорит «Слава Украине!» и ответом ему в упор очереди. Это жуткое видео, которое нелегко перенести, нелегко даже посмотреть. И я подозреваю, что очень многие люди в России побоятся его увидеть, потому что в нем сконцентрирована, поразительным образом сконцентрирована вся подлость, вся несправедливость, вся дикость, вся зверюжистость этой войны и в этом же видео весь высоченный героизм Украины и ее удивительная, кажущаяся такой поразительной беззащитность и на самом деле такая грандиозная сила. Конечно, лучше набраться мужества и посмотреть, это уже не сцена жестокости, это некий символ начала 21-го столетия, хотя какое уж вроде бы начало. Ну, кое-что уже удалось узнать. Расстреливаемый мобиками Путина человек, имел позывной магнит, он из 72-й, если не ошибаюсь, бригады, так называемой бригады черных запорожцев, совершил несколько подвигов на фронте. Пожилой человек, по крайней мере немолодой. Ну, то есть вот это самое главное.